Добрый вечер! Добрый вечер! Александр Сергеевич Пушкина прошел поэтический вечер Любови Красевской. Секрет создания национальной куклы. В городе над Бугом открылась выставка «Кукольные забавы». В связи с демографическим ростом Брестской области потребность в детских дошкольных учреждениях значительно выросла. За последние три года в регионе введены в эксплуатацию 4 школы и 5 детских садов в Березовском, Лунинецком, Столинском, Кружанском районах, а также в городах Барановичи, Пинск и Брест. Вчера состоялось торжественное открытие детского ясли-сада в городе Иваново. Побывала в новом учреждении дошкольного образования и наш корреспондент Кристина Купрякова. Для молодых семей, у которых есть маленькие дети, открытие такого учреждения – приятный долгожданный подарок. Раньше, чтобы отвезти ребенка в детский сад, родителям приходилось вставать ни свет, ни заря. С появлением дошкольного учреждения эта проблема исчезла. Новый детский сад можно назвать настоящей жемчужиной райцентра. Бассейн, музыкальная и танцевальная комната, большие телевизоры, ну и, конечно, игрушки. Все условия для познавательного и полноценного обучения созданы. Мы в этот детский садик уложили более 42 миллиардов рублей. Но надо сказать, что на детях нам не надо экономить. И право наш президент, когда говорит, что это бесценное наследие в нашем государстве. Это наши дети, наши люди, а это наша смена. Поэтому я думаю, что деньгами здесь не надо измирать, а надо делать все возможное, чтобы нашим детям было действительно комфортно жить, развиваться. И потом вырастая, стать достойной сменой уже нашему поколению. Новый детский ясли сад в городе Иваново построили за два года. Дошкольное учреждение рассчитано на 170 детей. Но проблема обеспеченности местами в детских садах райцентра по-прежнему актуальна. Около 20% маленьких жителей города еще нуждаются в дошкольном учреждении. Поэтому планируется, что в 2015 году в городе Иваново будет начато строительство очередного, уже седьмого по счету детского сада, рассчитанного на 250 мест. После 1985 года, когда был открыт в Иваново новый детский сад, новых учреждений дошкольного образования не строилось. Поэтому практически через 27 лет мы получили прекрасные учреждения дошкольного образования, в связи с тем, что город действительно на сегодняшний день не имеет достаточное количество мест для дошкольников. В детском саду маленьким новоселам понравилось с первого дня пребывания. Открытие нового дошкольного учреждения – радость не только для детей райцентра. Это подарок и для их родителей. Очень довольны мы подарком, потому что все-таки раньше приходилось вставать, как вы говорите раньше, за 4 километра ехать, вести ребенка в детский сад, а потом на работу. А сейчас нам буквально, наверное, минуты 3-4 пешком, и все, ребенок в садике. Ну и тем более садик новый, игрушки новые, бассейн есть. Ребенок встает с удовольствием. Раньше слезы, не хочу, не пойду, а сейчас с удовольствием улыбается. Вот, поэтому я считаю, что новый детский сад – это большое поспорье, и мы думаем, что не останемся на этом уровне. Будем еще улучшать демографическое положение, по крайней мере, Ивановского района. Они с радостью ждут моих музыкальных занятий, потому что у нас здесь очень интересно, все дети любят петь. И когда занятие заканчивается, дети просто не хотят уходить. А новое помещение, оно как-то вам помогает в работе? Знаете, очень помогает. С такой радостью идешь на работу, где все очень красиво, где уютно, и знаешь, что дети тебя ждут. В честь торжественного открытия губернатор подарил новоселам комплект мультимедийной техники. В новом здании с новым оборудованием детсадовцы будут познавать мир и развиваться. Продолжаем выпуск. Город над Бугом растет и развивается, расширяется его территория, увеличивается транспортный поток. И создание удобной дорожной инфраструктуры является необходимым условием для транспортного сообщения и комфортного передвижения. Загруженность улиц в часы пик в последнее время была настоящей проблемой, а потому введение в эксплуатацию объектов западного обхода города берестейцы ждали с нетерпением. И сегодня широкополосный и современный мост, объект первой очереди строительства обхода, введен в эксплуатацию. На торжественные церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. Оптимизация транспортных потоков между правым и левым берегом реки Муховец и пограничными переходами Варшавский мост и Козловичи – основная задача, которая стояла при проектировании западного обхода города над Бугом. Строительство первой очереди обхода автомобильного моста в створе улицы Зубачева со стакадой от дороги Р-17 и реконструкция улицы Зубачева было завершено в начале осени. Столь масштабный и дорогой проект мог и не быть реализован, но благодаря поддержке со стороны главы государства уже через полтора года после начала работ 15 сентября 2013 года мост был введен в тестовую эксплуатацию. И сегодня, ровно через месяц, дан официальный старт работе автомагистрали. Для рожан этот объект действительно очень важен, потому что он уже в тестовом режиме, когда мы пустили его в течение месяца поработал, мы видим, что примерно более чем на 30% уже абсолютно пробки уменьшились в нашем городе Бресте. И сегодня я хотел бы, пользуясь этим случаем, высказать огромное слово благодарности от имени и жителей нашей города, именно президенту нашей страны Александру Григорьевичу Лукашенко. Ведь то решение, которое было принято им полтора года назад, за эти полтора года вырос красавец мост. И люди сегодня, даже выступая, говорили об этом с благодарностью в адрес главы нашего государства. И самое главное, что будет перспектива определенная, потому что в будущем, если будут средства, то этот обход пойдет дальше. На церемонии открытия губернатор региона Константин Сумр предложил назвать новый мост Берестейским, так как расположен он в непосредственной близости от Бересте, место, которое считается историческим центром города. Гости праздничных мероприятий, а среди них были и вицераны, и молодежь, и представители областной вертикали. Предложение это поддержали, и, возможно, красивое и символичное название приживется и станет по-настоящему народным, как и сам мост, который строили берестейские строители для берестейских жителей. Мы первый раз, вот восьмой трест, выступал генподрядчиком по строительству моста. Да, и такой большой дороги. И, как видите, довольно неплохо все получилось, ведь за полтора года выполнили большой объем работы. И сегодня, я, например, полтора года назад для себя не представлял, что мы сможем ездить в сентябре месяце. Уже сегодня водители отмечают, что движение по дорогам стало более мобильным и свободным. Жители заречных районов могут без проблем добраться в центр даже в самые горячие утренние и вечерние часы, сохранив при этом хорошее настроение. Ведь движение по комфортной дороге без заторов всегда в радость для автолюбителей и экономия драгоценного времени. Подведение итогов работы животноводческого комплекса за 9 месяцев текущего года и планирование необходимых мер по выполнению прогнозных показателей на 2013 год сельскохозяйственными организациями Брестской области – главная задача выездной коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, которая прошла на этой неделе в городе Пружанной. На совещании министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Зайц и губернатор Брестского региона Константин Сумар вели конструктивный диалог с аграриями области. Наш корреспондент Виктория Драгобецкая продолжит тему. В этом году аграрии региона столкнулись с рядом проблем, которые привели к снижению продуктивности дойного стада и волового производства молока. Основные причины – в ненадлежащем содержании кормления животных, а также нарушении технологий хранения кормов. Все это привело к тому, что к концу этого года показатели по производству сельской продукции в некоторых СПК резко пошли на убыль. По итогам работы за 8 месяцев мы не добрали той объема продукции, за которую нам должны говорить сегодня спасибо. Но осуществляется сегодня миллиардами, миллиардами денег. Точнее скажу 367 миллиардов рублей. Это недобор сельхозпродукции, которая обшидывается сельхозпредприятием Брестской области. Меня как руководитель области настораживает, потому что я вижу, что начинается вот такая нехорошая, будем говорить, соглашательская позиция руководителей всех предприятий на те недостатки, которые появляются. Это и снижение темпа по производству молока, это и уже появляются факты невыплаты и заработной платы. Проблема нарушения технологии хранения заготовки кормов стала насущной для многих сельскохозяйственных комплексов. Причина заключается в том, что в стойловый период некоторый скот был переведен на круглосуточную пастьбу, что привело к недостатку сырья для будущего корма. Главное вовремя увидеть проблему и приступить к ее решению. Есть проблемы в разрезе хозяйств. Есть хозяйств у нас где-то около полутора десятков, их немного, но не есть. Там, где надо серьезно ими подзаниматься. Тем более, что время еще есть. Есть еще и неуберна кукуруза, которую надо все-таки активизировать в уборку. Есть возможность получить больше зерна кукуруза, но то же самое. И я думаю, что тут тоже мы эту проблему решили. Поэтому есть все возможное, имею в виду кормовую базу, чтобы получить ту необходимую животнорческую продукцию, которую мы планируем на будущий год. По мнению представителей комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома, одной из причин низких показателей является то, что кадры не были готовы к модернизации и реконструкции объектов сельского хозяйства и не сумели вовремя среагировать и перестроиться на новый, более качественный уровень. Эта проблема автоматически спровоцировала людей на так называемые приписки, искажения действительных цифр, что не могло обойтись без внимания. Оперативная отчетность увеличена, завышена относительно статической на 1700 тонн молока. Вот идет проукрашение ситуации. Мы говорим одно, делаем другое. И в целом за летний месяц у вас приписки составляют 6200 тонн молока. Этот год, это как раз год испытаний для наших кадров. Кто правильно сориентировался в этой ситуации, кто правильно поступил так, как должен был поступить именно в тот момент, тот, конечно, не понес тех потерь, которые понесли целый ряд хозяйств в связи вот с этим. Мы доработались до того, что построив новые комплексы, сегодня звучало. Мы не создали, мы упустили кормовую базу. Все эти вопросы надо решать комплексом. Материально-техническая база, кормовая база, кадры, генетика, воспроизводство. Показатели по сельскому хозяйству на Бречене всегда были высокими и занимали лидирующие позиции. Результаты первого полугодия доказывает этот факт. Темп роста воловой продукции сельского хозяйства составил более 100%, при годовом задании – в 106%. Воловое производство молока в регионе увеличилось на 1,5% и составило около 532 тысяч тонн. В итоге на республиканских дожинках в Жлобине в этом году Брецкая область была признана лучшей, а Пружанский район стал победителем смотра конкурса землепользования, высокой культуры земледелия, благоустройства машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов. Поэтому главная задача сегодня – разработка стратегии решения основных проблемных вопросов. По словам губернатора региона Константина Сумара, открытое обсуждение наболевших вопросов послужит своеобразной встряской для руководителей СПК и даст толчок для дальнейшей, более продуктивной работы. Виктория Дрогобецкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Сегодня войсковой части 5526 исполнилось 20 лет. Практически четверть века назад, в 1993 году, моторизированный батальон милиции внутренних войск МВД СССР был включен в состав внутренних войск МВД Республики Беларусь как шестой отдельный милицейский батальон. Накануне памятной даты в клубе железнодорожников прошло торжественное мероприятие, где военнослужащие и представители городской вертикали поздравляли офицеров, солдат и ветеранов с почетным юбилеем. Подробности в материале Виктории Дрогобецкой. Войсковая часть 5526 является правоприемницей 146-го отдельного специального моторизированного батальона милиции внутренних войск МВД СССР. Продолжая славные традиции старших поколений, сегодня военнослужащие части ежедневно выполняют сложные боевые задачи по охране общественного порядка в городе, обеспечивают спокойный сон и безопасность простым гражданам. Образцовое несение службы, выполнение ответственных задач судебного и встречного конвоирования – визитная карточка каждого, кто служит в этом батальоне. Вся воинская часть, все, кто в ней служит, достойные сыновья Ронины, славные продолжатели традиций, те, которые сформированы во внутренних войсках и также на территории Брестского гарнизона. В наш батальон, в нашу часть приходят те солдаты, которые мы отбираем, и отбираем мы очень их серьезно, по всем категориям. Во-первых, чтобы было здоровье у них отличное, чтобы они были спортсмены, чтобы они были достойные граждане нашей страны. Ну и по всем морально-деловым качествам идет отбор на нашу часть. Военнослужащие части 5526 и днем, и ночью несут службу по поддержанию правопорядка. Работа их не всегда на виду, но именно они оказывают содействие органам внутренних дел при обеспечении спокойствия на улицах города, безопасности на общественных и культурно-массовых мероприятиях. Сегодня многие из них с гордостью вспоминают о своем профессиональном пути в родной части. Службу я прохожу с 93-го года, 20 лет уже здесь. Начинал от командира свода, 3 года, затем 11 лет начальника автомобильной службы, затем до 12 июля 2013 года заместитель командира части по технике и вооружении, и с 12 июля 2013 года стал замкомандир по материально-техническому обеспечению. То есть, как говорится, замкомандира по технике, зампотылу соединили в одну должность, и сейчас у меня 6 служб, которые обеспечат служебную боевую деятельность в нашей части, в городе Брест и Брестской области. На праздничном концерте лучшим стажем порядка войсковой части были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за образцовое несение службы. Ветераны и офицеры, прапорщики и солдаты, именно в их адрес звучали поздравления представителей городской вертикали и братьев по оружию. В первую очередь, крепкого здоровья, потому что служба, она вроде как тихая и спокойная, бандитов в городе не так много, но в то же самое время нервы надо беречь, потому что конфликты везде, ругаются все друг к другу, и мира, любви и понимания. Здоровье, это семейное благополучие. Каждому военнослужащему, который служит в этой части, срочной службе, чтобы он ослужил свой положенный срок, чтобы родители его гордились тем, что он служит в этой части. Ну а офицерам и прапорщикам данной части, нашей части, ну желая всего, чтобы часть была лучшей в войсках, в внутренних войсках нашей Белоруссии. Честь, достоинство, долг – профессиональная креда офицеров и солдат воинской части 55-26. В свой 20-летний юбилей уполномоченные поддерживать общественный порядок уверены, актуальность и важность данной структуры с годами не ржавеет. Важно, чтобы военнослужащие помнили, предозначение внутренних войск быть примером для подражания во все времена, жить по законам чести, следуя кодексу достойных, выполнять свой долг перед обществом, родиной, семьей и перед самим собой. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Два крыла на две стороны. Под таким названием в Центральной городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина прошел поэтический вечер Любови Красевской. На творческую встречу поэтесса пригласила самых близких людей, чтобы через стихи рассказать им о самом сокровенном, о переживаниях своей души, о любви, о родине, о чувствах поэтессы в материале нашего корреспондента Кристины Купряковой. За шесть тысяч километров от Бреста находится родина Любови Красевской. За шесть тысяч километров осталась ее часть. Так случилось, что поэтессе пришлось покинуть те места, где прошли ее детские годы. Тоска по Сибири вылилась и в творчестве. Очень трогательно, по-женски, сентиментально пишет Любовь Красевская о своих чувствах. Именно поэтому ее поэзия не оставляет равнодушным. Дело в том, что вот именно, что к этому я шла, вы же поймите, я стихи писала с пяти лет, и я думала, что вообще все люди на земле их пишут. И думать, что это что-то особенное, в принципе, я никогда не задумывалась. Это была моя жизнь, и не стремилась я к этому. Просто когда я заставили, вот Сергей Михайлович и другие друзья, заставили издать первую книгу, как только ее издали, все полетело, покатилось. Я даже заявления в Союз писателей не писала, просто меня начинали, позвонили, сказали, нужно принять. А потом, когда мы ехали со съезда, меня тут же избрали заместителем. То есть оно все происходило само собой, я не стремилась, оно ушло навстречу. Ну просто я этим жила всю жизнь. Любовь Красевская и со своими гостями говорила стихами. В лирическую канву вечера гармонично вплелись музыкальные номера. В окружении поэтессы очень много талантливых людей. Ее друзья пишут, играют, поют. Объединяясь вместе, они гармонично дополняют друг друга. Знакомы мы давно, а вот такой творческий тандем неожиданно сложился, и вот совершенно недавно. Поэтому, в общем-то, ее все экспромтом, и произведения те я сочинила экспромтом, потому что была в восторге от ее творчества, от произведений, которые она пишет, таких светлых, позитивных, настолько глубоких, при всей своей, казалось бы, такой глубине, они легкие, понятные, доступные. И, скорее всего, самое сложное было это определиться с тем, какой материал взять и на какую писать музыку, потому что необыкновенное творчество, необыкновенной красоты. О Сибири Любовь Красевская пишет так, словно достает занозу из глубины души. Каждое слово, каждую строку она не прочитывает, она ее переживает. Хоть и признается, что родины у нее все-таки две, но при этом добавляет, если есть у тебя две пристани, то покоя нет и не жди. Но поэтесса в Беларуси нужна людям, к ней обращаются за помощью, и она идет навстречу. Творчество довольно интересное. И, во-первых, что? Я ее ценю как педагога, которая мне очень много помогла в жизни. И благодаря ей немножко уже пошла известность. Плюс, благодаря ей я написал гимн к фестивалю, созвучив слов живых, литературный. Это проходил 10-й уже фестиваль в городе Бресте. Было 11 стран. И вот прошел мой гимн. Я открывал фестиваль. Мне было очень приятно. Любовь Красевская не только талантливая поэтесса, она еще и красивая женщина, которая любит путешествовать, общаться и развиваться. Она артистична и умеет привлечь слушателя, но при этом не стремится быть в центре внимания. Поэтому провести такую поэтическую встречу решалось около 10 лет. Что же касается планов на будущее, то поэтесса говорит о них рифмой. Чтоб любовь не рикошетом, а слиянием души. Чтоб всего-всего при этом получалось не грешить. Чтобы славы, чтобы главы гениально написать. И при этом Боже правый, чтобы локти не кусать. В наше время пишут многие, а вот пишут так, чтобы трогала единицы. Любовь Красевская мастерски умеет завуалировать простые человеческие мысли и перевести их с языка небесного на язык земной. Это и есть признак истинного таланта и Божьей искры. Кристина Купрякова, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Одной из первых игрушек, которую создал человек, была кукла. Это не просто игрушка, а часть культурного богатства каждого народа. Характер, самобытность, национальные черты и традиции все воплотила в своем образе эта красавица, которую по праву можно назвать образом нации. Несмотря на тысячелетнюю историю своего существования, куклы и сегодня не утратили своей актуальности. Традиционные и обрядовые, сказочные и современные, на Брещине изготовлением этих игрушечных копий человека занимаются многие мастерицы. На одной площадке некоторых из них собрала выставка «Кукольные забавы», открывшаяся накануне в городе над Бугом. Подробности в нашем следующем материале. Многие тысячелетия кукла считалась не только игрушкой или предметом интерьера, но и оберегом, защищающим дома и своих хозяев от беды и болезней. А потому ее изготовлением занималась практически каждая хозяйка. Чаще всего найти для этого ремесла «Время» можно было только осенью, после окончания полевых работ. И во многом именно поэтому народное гуляние под названием «Кукольные забавы» проходили в золотую осеннюю пору и долгое время были одним из любимых праздников. Незаслуженно забытую в наше время традицию решили восстановить сотрудники Краеведческого музея и в преддверии Дня Белорусской куклы открыли выставку работ берестейских умелец. У нас в море мастериц, женщин в городе, которые из ничего, из каких-то подручных материалов могут сделать просто чудо. Ну то есть, как Бальзак еще когда-то говорил, истинно гениально, просто и открыто. И вот получилась у нас такая выставка, где представлены обрядовые куклы. Это очень приятно, что те куклы, которые были в домах у наших бабушек, прабабушек, прапрабабушек, которые обязательно, секрет изготовления этой куклы передавался из поколения в поколение, дошел до наших дней. И мастера более молодое поколение девушки, которые не пропускают такой очень модный в Европе бренд, который называется Тильда. Галина Масюк, одна из семи народных умелец, чьи экспонаты представлены на открывшейся выставке, считает, что кукла это настоящий символ семейного очага и залог благополучия. Традиционными куклами Галина Зигмунтовна занимается несколько лет, но и до этого белорусская культура и национальные традиции были тесно переплетены с ее работой. Педагог по профессии, член Белорусского союза мастеров народного творчества и кукольница по призванию, своим творчеством мастерица старается показать важность сохранения национальных белорусских традиций и необходимость помнить о корнях. Кукла – это маленькая та толика, которая является связью тех традиций наших бабушек и нас. И мы на сегодняшний день хотелось бы сказать о традиционном рушнике, который должен быть в доме. Будь то в красном углу набожник у иконы, или это просто положенный рушничок на столе, на котором хлеб, чаи мы пьем и просто беседуем по-семейному за столом. Все это, считаю, очень важно. Выставка «Кукольные забавы» будет открыта для посетителей до 16 ноября – Дня белорусской куклы, торжество в честь которого сотрудники музея обещают сделать красочным и традиционно белорусским. Гости смогут узнать много нового и интересного об истории домашней красавицы, поучаствовать в мастер-классах народных умелец и выбрать самый красивый из представленных экспонатов. Все тайны предстоящего праздничного мероприятия организаторы не раскрывают, но уверяют, что скучать не придется. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Это была завершающая информация программы. А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале Бук ТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Анастасия Стропко, прощаюсь с вами. До встречи в эфире. В воскресенье 20 октября ночью территория Брещина будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому обойдется без существенных осадков. Днем смещающийся с западной Европы фронтальный раздел принесет кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер южно-умеренный, ночью возможны заморозки до минус 4. Температура воздуха ночью будет составлять 2-4 градуса выше нуля. Дневные максимумы не превысят 4-6 градусов со знаком «плюс». В понедельник 21 октября влияние атмосферного фронта сохранится. Временами пройдут дожди. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки в 10-12 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова